Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах. Продолжаем работать с текстами Единого Писания. И сегодня я вновь решила вернуться к теме Второе пришествие Иисуса Христа, дабы доказать вам в первую очередь неизбежность этого события, поскольку это доказывает Богдуховенные тексты Единого Писания, а также и пророчество наших современников, в том числе, например, пророчество Ванги. Кроме этого, мне бы хотелось, чтобы вы начали осознавать, что Второе пришествие Иисуса Христа – это не пришествие какого-то человека, который живет на сегодняшний момент на планете Земля. Это пришествие внеземного разума. Это контакт с наивысшей цивилизацией. Это будет яркое, незабываемое событие для всего человечества. И поэтому, когда люди вам говорят о том, что они являются заменой Иисуса Христа, они пришли исполнить его миссию, то это люди, которые вам лгут. И на сегодняшний момент в сети интернет мы наблюдаем таких людей, например, Аура Русса, который себя позиционирует как Иисус Христос, Исаил, Валентина Когут, которая также объявила себя вторым пришествием Иисуса Христа. Ну и есть еще другая категория лжепророков, которые говорят о том, что второго пришествия Иисуса Христа не будет, а придут люди, которые его заменят. И сегодня я вам покажу один из таких вариантов, чтобы вы не рассуждали по поводу того, что мы не будем знать, что делать с парнем, который сойдет с небес с нимфом на голове. Поверьте, он сам будет руководить всем процессом. Итак, есть у нас пророчество в текстах Нострадамуса, в котором говорится о том, что столь ожидаемый никогда не вернется. Эта строчка противоречит остальным всем пророчествам Нострадамуса и пророчествам сбок духовенных текстов. Я думаю, что пророк Нострадамус прекрасно знал тексты Единого Писания, поскольку в письмах нам указывает на то, что он руководствовался этими текстами. Поэтому вот эту строчку я считаю припиской в его переводах. И эта строчка на сегодняшний момент выгодна тем людям, которые решили себя испытать в его роли. Ну, давайте послушаем видеоматериал на этом канале. Я не буду вам показывать весь этот бред. Сон о девушекам и о других участниках данного трансформационного акта на планете Земля. Сон мне приснился буквально вчера ночью, поэтому... Она рассказывает тут о своем сне. И вот на третьей минуте пытается объяснить, что она имела в виду под названием видеоролика. Слушай... ...дома, берут просто веники, пылесосы. И вот это все разрушенное от монастыря и церкви начинают пылесосить своим божественным пылесосом. Это так прикольно во сне, конечно, вам не передать. Но что значит этот сон? Это значит, что слова, которые были сказаны в пророчествах и никогда не вернется столь ожидаемы, имеют место быть. А в пророчествах эти слова означали, что Христа, как Спасителя, больше не будет. Потому что никто из высших аватаров не позволит так от себя вытирать ноги. С Христом история не прокатила на Земле, понимаете? И поэтому у нас сейчас совсем другая история. Сейчас на Земле идет суд. Вот этот сон про то, что христианские Грегор с его церквями и монастырями также попали под суд истинных отцов. И Яхве, как демон религиозной церкви, был также пойман давно и осужден, и вынесен к ликвидаторам на то, чтобы они его с поста его ликвидировали. То есть Яхве считается, что он послал Христа на свою трагическую миссию, на крест. Вот. И то есть аватары, эти четыре аватара пророка, девушка-камень-царь и еще два пророка, они несут миссию любви и возрождения на Земле. Но в то же время они говорят, я вам не Христос. Они не будут его методами склонять человечество к любви. Они наоборот покажут, что везде должна быть справедливость. Вот. Они не будут подставлять другую щеку, да, чтобы им пощечину... Ну, я думаю, что достаточно. Обидно, что человек совершенно не знает богодуховенные тексты Единого Писания. Это все-таки у нас информация от Бога. Яхве у нас стал уже демоном, дьяволом. Но, тем не менее, этого человека слушают люди. И достаточно много просмотров, к сожалению. Она говорит о том, что не будет второго пришествия Иисуса Христа. Придут вот четыре пророка, которые решат все проблемы на Земле. Да, суд начался. И в преддверии Иисуса Христа, в преддверии Его Второго Пришествия, действительно придут пророки. Насколько я понимаю, что это будут две маслины, два пророка. Помимо этих пророков будут и другие пророки. Будет хватать и лжи пророков, которые будут нести отсебятину типа этого канала. Вот сейчас при помощи текстов я вам в очередной раз докажу то, что Иисус Христос придет. И это обозначено в текстах. Все, на что вы можете претендовать, дорогие пророки, в преддверии Второго Пришествия Иисуса Христа, это на миссию Ильи Пророка. Вы можете приготовить путь Господу. Вот кто это сделает, осуществит эту миссию, мужчина или женщина, решать Богу. Поскольку в текстах мы видим такую двойную информацию, и многие не могут в ней разобраться. Ну, не суть вопроса. Давайте начнем с текстов Евангелия. Зачитываю эти цитаты персонально для тех, кто не находит надобности в том молодом человеке, который может снизойти с небес в Нимфе, поскольку его никто уже давно не ждет. Я думаю, что Второе Пришествие Иисуса Христа все-таки люди ждут. То, что оно будет, это, безусловно, доказуемо. Итак, зачитываю вам сначала цитаты из Евангелия от Иоанна. Это у нас 14 глава, второй стих. «В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Иисус нам говорит о том, что вы из низших, я из высших. И вот благодаря этой цитате мы понимаем, что, возможно, у нас будет возможность или вероятность пребывания в дальнейшем на других планетах нашей огромной Вселенной. Мы знаем, что у нас вознеслись Енох, Илья. Мы знаем, что Иисус Христос вознесся на небо небес и обитает в обители Бога наивысшей иерархии. Смотрим текст дальше. «И когда пойду я и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». И вот многие на сегодняшний момент, конечно же, принимают информацию следующим образом, что они вознесутся с Иисусом и будут пребывать на небесах. У нас есть еще тексты, которые доказывают несколько другое понимание. Но прежде чем к ним подойти, мы с вами зачитаем еще информацию, связанную с Иисусом, с Его Вторым пришествием. Итак, это у нас Евангелие. От Матфея. Глава 24. Я выборщин зачитаю вам цитаты. Начну с 30. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, в силу и славу великую». То есть он будет не один в присутствии небесного воинства, в коем являются ангелы, сыны Божии, святые люди, о которых идет речь в текстах Ветхого Завета. Но то, что мы все увидим его именно на небе, и он будет грести на облаках, это доказывают тексты. И эти тексты подтверждаются. Смотрим дальше. «И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Итак, это очередной цитат, который показывает второе пришествие Иисуса Христа. Теперь давайте обратимся к текстам апостола Павла. Это у нас послание к евреям. глава 10-я, стих 37-й. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умедлит». смотрим тексты дальше. Это у нас глава 4-я, первое послание к Фессалоникийцам. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Очень интересная информация. Значит, вот то воинство и то слава, которое будет пребывать с ним, это будут люди, которые умерли в Иисусе. То есть это святые люди. Смотрим тексты дальше. Это у нас «Деяние святых апостолов». Здесь описывается восхождение Иисуса, которое лицезрели все апостолы. Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Когда они смотрели на небо, во время восхождения вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Эти цитаты доказывают второе пришествие Иисуса Христа как контакт с неземной цивилизацией, как контакт с высшим разумом. И пришествие с небес будет очевидным. Поэтому те события, которые происходят сейчас на земле, и те люди, которые работают сейчас на земле, это люди-предшественники второго пришествия Иисуса Христа, не более. Я сейчас еще докажу вам это при помощи текстов Ветхого Завета. Это у нас третья книга Естры. Глава седьмая. «Ибо откроется сын мой Иисус». Вы видите эту строчку? «С теми, которые с ним». И оставшиеся будут наслаждаться 400 лет. Непонятно, где они будут наслаждаться, потому что тексты Евангелия говорят о том, что он заберет их с собой. А тексты Ветхого Завета доказывают то, что все это будет происходить на планете Земля. Но то, что места хватит всем, это однозначно. Некоторые обеспокоены тем, что если все воскреснут, то как они поместятся на нашей планете? Дорогие мои, Вселенная большая. И я думаю, что наш Творец предусмотрел ваше месторасположение, если вы действительно являетесь праведниками. И поэтому диестра пустым пустой, а полным полное. Вот придет время, когда придут знамения, которые я предсказал тебе. И явится невеста, и являясь, покажется, скрываемая ныне землею. И всякий, кто избавится от прежде исчисленных зол, сам увидит чудеса мои. Ибо откроется Сын Моисус с теми, которые с ним. И оставшиеся будут наслаждаться 400 лет. А дальше мы смотрим, что после этих лет умрется Мой Христос, и все люди, имеющие дыхание, не обратятся век в древнее молчание на семь дней, подобно тому, как было прежде. И дальше мы видим, что отдаст земля тех, которые в ней спят. Поэтому все-таки события будут происходить на земле, возможно, конечно же. Речь идет еще и о каких-то параллельных мирах, которые существуют на нашей планете. Поскольку наше пространство многомерно, но то, что у Господа Бога обителей много, это однозначно. И об этом мы с вами поговорим отдельно в видеоматериале. И я вам примерно укажу местонахождение высшей иерархии, поскольку она обозначена в текстах, и я вам уже, в принципе, засчитывала эти цитаты. Но вы не обратили на это внимание, потому что я не делала на это акцент. Итак, в данном видеоматериале я вам доказала, что второе пришествие Иисуса Христа неизбежно. Поэтому все люди, которые на сегодняшний момент себя преподносят Иисусом или заменой Иисуса, это люди, которые вам лгут. Действительно придут пророки, которые приготовят путь к Господу. Эти пророки будут прекрасно знать Богодуховенные тексты Писания. Они не будут нести от себя тяну, им не нужно будет рассказывать сны пророческого характера, поскольку они прекрасно знают, что будет впереди. Всего вам доброго. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok